Добрый день! Сегодня у нас замечательный день. 27 мая мы находимся в городе Москва на первенстве России юниор и юниорке до 19 лет. И для нас сегодня, наконец-то, наконец-то на нас сегодня посыпались медали. У нас Дмитрий Мургунов стал победителем в заезде Байдара к четверкной дистанции 500 метров. Неожиданно, я скажу, что явилось для меня большим сюрпризом. Наши каноисты заняли третье место. Это Завгороднев Михаил и Мамонтов Алексея Владислава Шевчук в байдарке четверки на 500 метровой также дистанции заняла третье место. И, конечно же, Мургунов Дмитрий в байдарке двойки все на той же 500 метровой дистанции стал серебряным призером. Ну и также сегодня у нас проходит второй этап Кубка мира по гривенному байдарке канои. Проходит в Германии в городе Дуйсбург. Кира Степанова в составе байдарки четверки на 500 метровой дистанции также стала бронзовым призером. Это действительно очень-очень сильный результат, потому что минимальное, так скажем, отставание от Новозеландок. И обыграли такие сильные экипажи сборной, как Германии, сборной Австралии. И 500 метровая дистанция опять вся та же, которая, в принципе, и на первенстве России нам сегодня принесла очень много позитивных эмоций и, конечно же, медалей. Хочется еще пару слов сказать о тех соревнованиях, которые будут проходить на нашей саратовской земле, на озере Сазанка, в городе Энгельсе. Следующие, ну так скажем, довольно-таки крупные соревнования у нас пройдут. Это первенство нашей областной спортивной школы по гривенному байдарке канои. Пройдут они у нас в конце июня и будут приурочены к Всероссийскому Олимпийскому дню. Соревнования, так скажем, уже всероссийского масштаба, это, конечно же, ставшие уже традиционными. Это соревнования, посвященные памяти заслуженного тренера России Владимира Куприяновича Трунина у нас, состоятся в июле. И начиная с 30 июля и по 18 августа у нас пройдут подряд четверо соревнований, прям одним блоком. Это финал спартакиады молодежи до 24 лет, потом у нас будет первенство России до 17 лет, всероссийские соревнования до 15 лет и чемпионат России всероссийских соревнований юниоры и юниорки до 19 лет. И в этих соревнованиях у нас будет проводиться также первенство России в этой же возрастной группе по гребле в лодках дракон. Так что всех желающих, всех любителей не только гребли, но и вообще здорового образа жизни, спорта, хорошего настроения, солнца. Так что всех приглашаем, приходите к нам на базу, на озеро Сазанка, приводите своих детей, а может быть даже и внуков, потому что все, что вы можете от спорта взять хорошего, все есть в нашем замечательном виде спорта греблем Бадарка и Каное. Свежий воздух, солнце, вода и хорошее настроение вам обеспечены. Также хотелось бы сказать, что у нас в этом году набирает уже обороты гребли в лодках дракон. Очень много тимбилдингов, таких, так скажем, и мастер-классов, и открытых тренировок среди спортивных клубов, среди организаций. Стало в этом году очень много проводиться и опять же все тоже первенство России по греблю в лодках дракон. Также мы в этом году планируем провести и областные соревнования по гребле в лодках дракон. Сейчас подготовим программу и будет осуществлен, так скажем, набор в экипаже, люди будут тренироваться и готовиться уже к основным нашим областным соревнованиям по гребле в лодках дракон. Так что всех ждем в гости. ПОДПИСЫВАНИЕ 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 За второе место медальник Ельбомовитов и Ельбомовитов и Ельбомовитов и Ельбомовитов и Ельбомовитов и Ельбомовитов и Ельбомовитов За подготовку победителей в России окажется время Олег Борисович и Ельбомовитов и Ельбомовитов Глазки открыли! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok